Сегодня 20 ноября и это поистине знаменательный день. Как всем известно, Токаев стал президентом в 2019 году путем назначения на этот пост. И все его сторонники любят повторять, что в то время у него не было возможности проводить какие-либо реформы, работать на благо страны, потому что в стране образовалось двоевластие. Затем случились трагические события января 2022 года. И весь 2022 год он потратил на то, чтобы прибрать все рычаги власти в свои руки. За один год он дважды переписал Конституцию и провел очередные внеочередные выборы без выбора и назначил себя на пост президента. Так вот, именно 20 ноября 2022 года можно считать как отправную точку жена Казахстана, с которой он стал полноправным правителем государства и вся власть была сосредоточена в его руках. Так вот, в связи с этим у меня возникло несколько вопросов, которые я хотел бы, чтобы вы тоже задали себе. За этот год, насколько улучшилось финансовое благосостояние вас и вашей семьи? Насколько более безопасным вы стали чувствовать себя в стране? Насколько более открытым и демократическим стало это общество? И в целом, какие тенденции развития этого самого жена Казахстана вы ощущаете на себе и в рамках своей семьи? Ответы пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok